Здравствуйте! Меня зовут Ира Ливанчук и я живу в деревне. Сегодня я вам покажу, как я готовлю картошку к торговле. Вот раньше мы копали картошку, и я вот можно вот такими перчатками чистить. Эту вот кожицу тонкую, ее надо счищать. Она, конечно, так более привлекательная. Видно, что она гладенькая, красивая. Вот можно двумя руками. Можно вот какие-нибудь старые перчатки шерстяные, они хорошо чистят тоже. Вот надеваете двумя руками, вот так вот двумя руками, раз-раз-раз. Но все равно это, конечно, долго. Можно вот такой вот перчаткой с пупырками, с синенькими. Они тоже вот эти резиновые штучки, они хорошо очищают, видите? Ну, тут какие-то полоски остаются не очень. Но все равно, вот это вот хорошо чистит. Вот такая перчатка хорошо чистит, но долго. Вот, думала я, думала, что сделать, чтобы это быстро, потому что времени катастрофически не хватает. И придумала вот что. Однажды я просто мыла картошку из шланга. И вот так вот, знаете, зажала немножко шланг. Получилась струя более такая упругая. И смотрю, облазит верхняя вот эта вот штучка. Думаю, дай-ка я попробую. А у нас есть керхер, ну, автомобиль мыть. И он такой слабенький. Какой-то мы недорогой покупали. Вадим, кажется, что-то за 2,5 тысячи, да? Где-то в метрах в Новокузнецке за 2,5 тысячи. Но лет 5-6 назад, давно уже мы покупали его. И вот он работает. Конечно, если машину мыть, он смывает грязь. Но так, если хорошо помыть, надо еще шоркать, конечно. Но вот мы им пользуемся. Всякое крыльцо моем, там что-нибудь такое. Мыть, помыть надо дорожки, крыльцо мы им пользуемся. Поэтому вот я думаю, дай-ка я попробую, получится у меня или нет. Сейчас я вам покажу, что у меня вышло. Так, сейчас я включу сначала, да? Давай, включи. Сейчас она наберет. Вот, набрала мощность, смотрите. И вот так вот, поближе это делать. Смотрите, она как раздевается. Ну, что-то вот не очень-то у нас напор. Вот это не раздевается. Может, поливают на рот? Да? Ну, напор вот и очень хороший, но все равно, даже с учетом такого напора, это вот это вот одна вредная какая-то здесь сливается. А за минуту это все. Вот, смотрите. Вот, даже это разделы. Народ поливает огород. Поэтому вот напор маленький совсем. ТОР. Увheits из гинзолота. Д LOOK service. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь я буду ее фасовать. Так, вот на таких весах я... Перчатку все-таки я оставила, потому что вдруг где-то останется что-то. Хотя, в принципе, все равно же народ ее моет. Вот они купят, конечно, они придут домой помоют, что-то где-то счистят. Что хочу сказать. Я пробовала раньше по-всякому фасовать. Крупную отдельно, мелкую отдельно. Но, как показала практика, разницы никакой нет. Вообще, люди даже не смотрят, крупную или мелкую. Хотя иногда смотрят, не всегда не смотрят. Иногда смотрят, иногда людям нужно просто мелкую. Я же изучаю спрос, я спрашиваю, например. А вы какую, вы почему мелкую берете? Они говорят... А мы, говорит, ее сварим кругленькую. И на сковородочке с маслечком. И будет вкусненько. Вот. Так, дальше что? Ну вот у меня, например, чуть побольше килограмма. Ну вот еще положу одну, чтобы получилось где-нибудь 1 килограмм 100 грамм. Это обязательно побольше нужно положить. Это обязательно. Потому что человек придет домой, вдруг он перевесит. Если у него будет чуть-чуть побольше, то он будет доволен. И он скажет своим знакомым. Скажет, что вот положили, не обманули. Побольше. И люди приедут в следующий раз и купят еще. Не у меня так, а у других. Потому что я, в принципе, разговариваю уже со всеми. Все тоже кладут больше. Поэтому вот это вот очень важно положить побольше. Кило 200 уже так и не обязательно, кило 200. А вот кило 100 это очень хорошо. Вот. Ну что, положу вот так вот. Вот хорошо, тоже кило 100. Поэтому разбирают картошку всю. Обычно картошку в первую очередь разбирают. Сейчас малина еще подешевле стала. Малину сегодня, наверное, я буду продавать по 150 рублей литр. Но малины у меня накопилось много, потому что я вчера не торговала. Сегодня собрала много. Наверное, не знаю, раз 6, 6-5 контейнеров. Контейнеров один, ой, блин, боюсь сказать. Может быть. Но 10, наверное, нету. Вот почищу еще одну. Одна попалась какая-то не очень чистая. Немножко скорлупки тут есть, но ничего страшного. Все равно народ моет. Они же видят, что я помыла на первый раз там. Выглядит она симпатично. Это сбились у меня листы. Ну вот. Наверное, получится 4 пакета у меня сегодня. Ну вот и все. Вот так вот я мою картошку. Здесь вот она немножечко еще осталась. Вот чуть-чуть, видите, недочищенная. Это, в общем, уже легко. Она уже почти счищена. Даже голыми руками можно вот так вот почистить ее еще. Хотя лучше бы, конечно, до водички. Ну и вот. Ну и все. Кому понравилось, как я придумала мыть картошку, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока-пока.